Привет, в этом видео я вам расскажу новый способ получения кнопки стримов без 1000 подписчиков. Обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы у вас не оставалось вопросов. А также ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. С 27 числа, 27 августа, ТикТок запускает новый челлендж, там где вы можете посоревноваться за место в рейтинге. Челлендж называется Игровая Вселенная ТикТок. Смотрите, переходим в ТикТок, переходим вот в Интересное, листаем вот этот баннер. Листаем, вот где-то он на втором месте находится баннер, вот Игровая Вселенная ТикТок. Суть этого челленджа в том, что вы соревнуетесь между различными аккаунтами в рейтинге. Вот тут ТикТок составляет рейтинг, вот тут очки за проведенные стримы, именно через функцию ПК-Мак. Но также автоматом получаете обычную функцию стримов. То есть также вы можете выиграть здесь мега крутые призы, наушники, микрофоны и так далее, девайсы для стримов, вот и все такое. Нам нужно подключиться к данному челленджу, чтобы ТикТок нам сделал функцию стримов, то есть подключил его к нашему аккаунту. Как это сделать? Мы переходим в правила. Если вам интересна эта тематика, то пролистайте вниз и прочитайте обязательно правила, чтобы попадать в рейтинг, чтобы не нарушать никакие правила. Вот. Но чтобы получить просто эту функцию, нам нужно нажать регистрируйся здесь. Вот эта кнопка, розовая с синим, вот эта кнопочка нажимаем. И далее, вот, нажимаем на еще раз на регистрацию. Вот, регистрируйся и вступай в борьбу. Нажимаем регистрация. И видим, у нас кнопка готова. Все, мы, получается, зарегистрировались в данном челлендже и ТикТок нам в ближайшее время даст кнопку стримов. Но будьте уверены, что ваш аккаунт подходит под требования такие негласные, можно сказать. То есть, если ваш аккаунт пустой, вы его только зарегистрировали, то, возможно, ТикТок вам не сможет дать эту кнопку. Потому что за счет того, что вы, ну, вы зарегистрировали, так сказать, аккаунт, и он потенциально не подходит под участие в этом челлендже. Вот. То есть, выложите какое-то видео, несколько видео, поставьте аватарку, напишите описание, там, перейдите на бизнес, может, аккаунт. Полайкайте фотографии, вот, фотографии, ленту рекомендаций, напишите комментарии под различными роликами. Поделитесь с другом, чтобы ТикТок видел, что вы проявляете активность, что ваш аккаунт не пустой. Если не получилось, еще раз, там, вот, обычно это в течение дня, бывает, сразу подключают функцию стримов, опять перейдите в правило, нажмите регистрируйте здесь. Вот. Еще раз регистрацию пройдите, чтобы опять кнопка готова появилась, у вас точно получится. Вот. Пробуйте различные варианты, то есть, активность проявить. Можно еще написать поддержку, допустим, то, что вы зарегистрировались вот в игровой вселенной и хотите вот именно стримить игры. Вот. Можете выложить какие-либо игровые ролики на ваш канал, чтобы поддержка видела, что у вас канал заточен под игровую тематику. Поддержку написать очень просто. Переходим внизу в профиль, в правом верхнем углу нажимаем на три точки, листаем вниз. И здесь нам нужно сообщить о проблеме, нажать на кнопочку и нажимаем «Не удается начать трансляцию». Вот. Здесь можете почитать, но нам это не надо. Проблема не решена. Нажимаем «Нет». Нужна помощь. И вот сейчас открывается у нас текстовое поле, где мы рассказываем о том, что мы зарегистрировались в данном челлендже, но у нас еще нет кнопки стримов. Вот. И мы очень хотим ее получить, потому что по-другому мы не сможем участвовать в челлендже. Вот. Об этом пишем. Можем прикрепить скриншот о том, что у вас нет еще функции стримов. Вот. После чего, нажимая на кнопку жалоба, поддержка обычно отвечает довольно-таки быстро. Но в моем случае она отвечала реально где-то за три, за четыре часа довольно-таки быстро. Но у некоторых бывает проблема, то что она отвечает там за сутки, за двое. В этом случае еще раз пробуйте зарегистрироваться, еще раз напишите в поддержку. Напишите, попробуйте на английском языке. Потому что она в основном работает на английском, на русском тоже отвечают, но могут быть задержки. Попробуйте на разных языках написать. И вы точно получите эту функцию, если будете стараться. Потому что с первого раза может не получиться. У кого-то получается, у кого-то нет. Но если вы не сдадитесь и будете пробовать, ждать, то у вас точно появится эта функция. Вы спокойно можете даже принять участие в этом челлендже, а также просто вести стримы, как с функцией ПокаМак, так и просто обычные стримы с телефона. Вот, в принципе, на этом у меня всё. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Даже если вам просто понравилось это видео, напишите под ним любые комментарии, обычно отвечая на все ваши комментарии по возможности. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!